Диско Элизиум Остановились, мы значит с этим поговорили С этой поговорили, там у нас справа Забастовка, давайте Я думаю все таки походим Малеха, да? Ну-ка, это что тут такая За темень? А, все понятно Это не темень Ебать тут персонажи Так, в результате какого-то сильного Тектонического воздействия тротуар треснул Словно яичная скорлупа Похоже и Что? Похоже эти повреждения могли появиться В результате чего-то там Может на эту площадь Пало какое-то морское чудовище Напало, ты самый злобный чего? Ондио, да сколько же можно Ныне, Гастон Древний фонтан, вода больше Не подается Теперь В нем растет дерево Следы шин Практически уничтожены Дождем И мокрым снегом Так, короче, ребятки Давайте, наверное, будем плясать От От Известного К неизвестному Я думаю, наверное, вот так Все-таки У нас, короче, есть труп Давайте уже, нахуй Ну, пора сходить к трупу Я считаю А то Это пиздец Так, пацаненок Ты хули тут делаешь, а? А, ты дурачок местный, походу, да? Куна в порядке! Мальчику, швыряющему камни в труп Да, я прав оказался, кстати Я в предыдущей серии говорил Судя по действиям Ну, по движениям Он как будто бы камни кидает в труп Так, мальчику А, швыряющему камни в труп Явно не больше 12 А, это куна кричал Куна в порядке, так Куна Вот так, куна Что? Напакумпи Напакумпи Кричит девочка из-за забора На пару слов, пацан По полицейскому делу Так, минуточку Твоего времени, пожалуйста Сейчас Я сейчас В это влезать не буду Так, на пару слов, пацан Куна, прямо в хер, куна Попади ему прямо в хер Дети не обращают на тебя никакого внимания Пидоры любят в хер Все понятно Восприятие зрения Успех Пацан изрядно потеет Его глаза Как две маленькие черные дыры А челюсть Дергается Словно он пытается высвободиться Из оков своего тела Погоди, что это значит? Так, хватит кидаться камнями В моего На моем месте преступления Хватит ругаться На моем месте преступления Вы Так себя не Мы так себя не ведем Так Давай, погоди, что это значит? Он Упорот Очевидно Зрение Так, хватит Торчать На моем месте преступления Выбитого Пидора Куна Да, прямо в ебыч Авторитеты Они не замечают тебя Или делают вид Что не замечают Пидор Обосрался Может его разъебать Вот этого долбоеба Грабли, Куно Пиздани его граблями Куно Куно в душе не ебет Что такое грабли? Куно ж не Огородник Так Так, это же Ким, да? Ким Что мы будем делать? Так Вы двойняшки, ребята? Хочешь, потусуем все вместе, пацан? Я Не из наркоконтроля Слушай, у меня к тебе пара вопросов Так Хм Интересное построение диалога Это я к напарнику обращаюсь Мол, типа, я не могу с ним совладать, да? Вы двойняшки, ребят? Нахуй он спрашивает Это непонятно Куно и Куно Куно и Куно Да? Правда, с сестрой, мне кажется Ммм Ну, это логично, так Давай, хочешь, потусуемся вместе, пацан? Я из Не Я из Отвали, псина Куно на это говно не купится Ебучая провокация Какие-то слова ты знаешь Так Вы двойняшки, слушай У меня к тебе пара вопросов Ну, давай Выпячивает он подбородок Повесели, Куно Какой противный голос Выкладывай, чё там у тебя Чё там у тебя А? Чё там у тебя Чё там у тебя Есть Так Что ты знаешь об этом трупе Насчёт места преступления Вы часто играете на этом В этом творе Я должен спросить Кто такой Куно Так Как насчёт Места преступления Вы часто играете на этом Вот, да Да, мусор Тут Куно Играет Со своей Деревянной Бибикой Тебе-то хули Пиздец ты вообще Тип, конечно Я, по-моему, ёбнул Леща Прижал бы ебалом Просто вот так вот В грязь И вопросы Потом бы задавал В будущем У меня могут быть Ещё вопросы А пока Давай сменим тему Да, Куно Да, Куно Вообще Похуй Он сплёвывает Через плечо И снова смотрит На тебя Типа так Ебло Так Что ты знаешь Об этом трупе Ну что, говномусор Что у тебя За вопросы Ну что, говномусор Что у тебя За вопросы Не говори Мусору Ни хрена Куно Прошептать Ким Помоги мне Так, давай Ладно Если бы я хотел Зря потерять время А я не хочу То спросил бы Кто Он такой Как он сюда попал Ну и Обычное Внушение Ты понятия не имеешь Что это за обычное Спрашивай Всё, что приходит В голову Так, ты знаешь Кто это был Ты знаешь Как он попал На дерево Ты видел В округе Что-нибудь Подозрительное Вернёмся К этому Так, позже Так, ты знаешь Кто это был Кто, чё Это Кунов Еблераб Он поднимает Камень Мишень В тире Кунов А, мишень В тире Кунов Грубая сила И точка Сильно Тебе бы поучиться У него Стоицизму Так, ты знаешь Как он попал На дерево Сам забрался Наверное Когда тут Эта Херня Случилась Куна по делам Шастал А, когда Эта Херня Тут случилась Типа Куна по делам Так Ты видел Как это случилось Ты слышал Мески Еблан Куна В третьем лице Себе говорит Блядь Стереотипный Долбоеб Так, хорошо Ты видел в округе Что-нибудь подозрительное Давай вот это Тогда Да Два каких-то Мусора В мусоре Копаются Куна Это кажется Пиздец Как подозрительным Да скажи этому Фагари Куна Фагари Фагари На каком-то языке Это говоришь Интересно На румынском Каком-то Что-ли Так Ладно Вернемся к этому Позже Пока давай Сменим тему Ты испытываешь Терпение Куна Я тебе Въебу сейчас Блядь Просто Ручкой Ботинком Блядь Просто сниму Ботинок Где полбу дам Куна Отвали Пидор Так, хорошо Я хочу Еще раз Поговорить с тобой О теле Куну О теле Куну Так О теле Куну Так Ты знаешь Кто это был Тогда-то Вернемся Так, хорошо Давай У меня есть Еще пара вопросов По месту Ага Королев Королевство Куну А у меня Есть еще Вопросы По поводу Местопреступления Ага Королевство Куна А тебе Это хули Будучим У меня Могут быть Еще вопросы Пока Давай Так Понятно Я должен Спросить Кто Так Куну Куна Это Куна Мусор Куна Это Куна Мусор Мальчишка Показывает На себя Двумя Большими Пальцами Вот так Спросим Зубы Заговаривает Сейчас Схватит Существо За забором Начинает Верещать Пронзительно Яростно Как пожарная Тревога Детский Голос Кричащий В сторону Выходящих Во двор Окон Становится Громче На помощь Мусоря Взяли Куна Помогите Насилуют Помогите Присоединяется Мальчик Он схватил Куна Помоги Он схватил Куна Помогите Так Просто Ответь На вопросы Помогите Уже Хуй Достает Сука Помогите Уже Хуй Достает Надо Было Подписать Чей Свой Или Его Нагнетай Куна Он достал Хер Тебе Страшно Мусора Пытают Куна Кто Нибудь Помогите Он кричит В полную Силу И ветер Разносит Его слова По всему Мартинезу Грубая Сила Средняя О Заткнуть Его Так Что это За Сраный Цирк Кто Тебе На это Подбил Ты Сейчас На Наркотиках Не Бить Его Это Плохая идея Так Грубая Сила Нахined Высокие Шансы Ну-ка Давай Ков Ебем Нахед Ебни Ему Лещ Восхитительно, блядь, успех Просто, ну чё, куна, блядь Чё, всё? Полегчало? Пыл у пылу, это, бац Удар попадает точно в цель Поставив у тебя Что, оставив у тебя зуб в костяшках Это был, так, болевой порог Это был совсем нелёгкий шлепок Куна его прочувствовал Счё Обескураженные 12-летние пытаются прийти в себя Так, всем успокоиться Твою мать, я не знаю, что на меня нашло Так, это ты меня заставил это сделать Ты сам виноват Думаю, теперь мы можем поговорить нормально, верно куна? Так, ну Кто теперь устраивает сраный цирк? вот так нахуй он вы офицеры ты чё блять ты-то куда лезешь на воспитание или лезь блять вы офицер прерывает молчание лейтенанта возьмите себе в руки да пошел ты нахуй блять и дай воспитать молодежь если они нихуя как общаются на место надо ставить стопудово полицейская волна ради всего святого это все зашло слишком далеко не усугубляйте ситуацию продолжайте расспрашивать ребенка думает он ну ладно мусор демонические ухмылки больше нет у него на лице что-то случилось от удара он стал спокойнее видите как авторитет если все это было сделано для того чтобы установить над тобой превосходство то можно смело сказать что его замысел не удался куна уважает такое жесткое дерьмо ты бы не видел батю куну а ты бы видел батю куну куниному бате вообще на все насрать города заявляет он понятно у тебя всю жизнь пиздили существо за забором зловеще замолкает и только переводит взгляд с одного действующего лица на другое а я не могу посмотреть где это обезьяна то за забором так ладно мусор можешь поговорить с куном и снова вернулись к этому дерьмо он стряхивает грязь со штанов ну что какого хера тебе надо так равные шансы эмпатия что легендарно 14 выяснить что творится с этим пацаном ну давай попробуем раз возможности к есть неудача ну и все он топчется по твоему месту преступление команду тут и он тут давно он вообще здесь обычно гуляет нужно вытащить из него побольше он может пригодиться и куна ты можешь на минуточку выключить куна давай поговорим нормально слушай куна я понимаю что для тебя вся это право что проверка личных границ свежа но нам взрослым она уже приелась куна ты тут швыряешься камнями и наверняка кучу всего заприметил хочешь помочь ргм вывести убийцу на чистую воду вот это вот да ни за что он взрывается смехом ты чё бля умственно неполноценный нет куна это ты умственно неполноценно куна тебе почти довели до стукачество понятно то есть он в курсе да кто это сделал понятно недоступно выяснить что творится с этим пацаном так понятно то есть я про я не понимаю мне объясняли в комментариях как это работает типа но успех неудача как это все связано все равно не совсем понимаю до конца то есть получается что то что сейчас у меня случился проигрыш и там появились три или там четыре варианта ответа это все проигрышные варианты я так понимаю на так давай спросим так ты теперь меня уважаешь ты бредишь мусор это дерьмо так не работает немного но не жди что что-то изменится куна не позволяй ему на тебя давить куна веби его в жирный зад взъеби его в жирный зад охуеть дети да так хорошо ну-ка давай кто такой куна куна это куна да мальчишка показывает на себя да ну конечно как я могу забыть понятно тогда мне другой ну конечно как я мог забыть куна думает что у тебя мозг поврежден или что-то вроде мальчик крутит пальцем и виска куна беспокоиться да пошел нахуй куна хорош с мусором ман мин даль не чать миндальничать блять опять терминология охуеть кто-то кто эти тексты пишет это пиздец миндальничать тут блять я уже слово 3 вот просто за эти все серии сколько я ну проиграл я наверно слова 3 вообще новых для себя обнаружил это пиздец ну конечно это может как-то выглядит не очень что типа я может низко интеллектуальный но тем не менее короче не поздно никогда учиться пронизывает двор вещание а ты отойди откуда извращение жирный так понятно остынь ку не говори куна что ему делать а что нет он вновь поворачивается к тебе что тебе еще надо ментозавр а так что мне надо ладно я пойду куна похуй все иди в пизду где-то обезьяна а вот она вот она шлюха это воняет протухшим мясом и с киши молоком разлагающийся человеческой плотью да куна взъеби его так хорошо буква r украшена короны ниже надпись на ленте свет над погружением ты шлюха маленькая ну-ка ты расскажи мне куна мусор ко мне подбирается шипит она наверное хочет выведать мои секреты подойти на шаг ближе похоже мне пора сваливать куна мусора меня решили повязать сумрак она это серьезно она правда его боится я просто хотел задать несколько вопросов подойти на шаг ближе мне не на надолго упекут куна дадут пожизненное понятно что тут творится какого хера ты пытаешься провернуть мусор так дитя поговори со мной давай будем давить что она малолетка повязали меня мусора все и грубою что груб гури бою мне шили мокруху она почти полностью скрылась за забором торчит только верхушка ее шапки ты чё бля я скорее помру чем заговорю с тобой мусор она прячется забором что за у тебя страны что страны слова девочка я пришла из леса тут-то виду ты лучше туда не ходи ты не вынесешь того что я видела не мучай его ли нахуй отсюда да ты вы вообще нахуй ты блять я очень понимаю я бы этого мелкого бы уже давно так отпиздошил от который камнями бросается в труп это чё блять эй ребенок что за детская дерьмо хули ты мне голову морочь она представляет палец к виску да я скорее сдохну чем заговорю слыша отвали от нее ты чего хочешь говори говори со мной нет я нахуй ее доебу эй ты за забором ты ко мне не лезь у меня руки в крови шапочка опускается еще ниже и вообще меня тут нет мусор ты меня не видишь восприятие зрения элементарный успех ты все еще видишь торчащую из-за забора макушку ее шапки так хорошо давайте глянем чужого здесь у нас такой так ты что-то мне сказать может хочешь ты блять чучело когда попробуем получится может сейчас успех нихуя себе да проблема в куна а так проблема не в куну а в куне любопытно поясним воспользоваться ощущением попытаться их разделить давай воспользоваться ощущением ты чё шепчешься шепот он шепчет он в ответ эй куна а вот он чё типа эй куна ты чё шепчешься шепчет он в ответ он тоже перешел на шопот принял правила игры но смотри что будет теперь много интересно куна вы о чем там пидоры шушукаетесь куна хочет куна шушукаться хочет куна шушукаться и будет шушукаться поняла он оборачивается и пригибается давай шушукаться мусор эмпатия готова он твой но будь осторожней тут все еще можно налажать не дай ситуации развернуть развернуться так чтобы куна выглядел не солидно ага понял куна послушай меня она пытается тобой провалять нужно тебя вытаскивать а что с куной куны стремная чокнутая какая-то у слава богу она от нас отвела и бану не так стоп ну-ка вот это наверно так куна послушай меня она пытается тобой управлять нужно тебя вытаскивать все на он выпрямляет спину и поворачиваться куне мусор пытается нас росли хер ему были грубая сила болван накосячил до ёбаная все он сорвался это было неправильно манипуля манипулятивная фраза пойми я тебе помог но не могу делать все за тебя пытался наебать моего куна она злобно насмешливо хихикает на блядь да я наверно слишком откровенно ему заявил блядь она типа у нас это так хорошо она злобно насмешливо хихикает подтягиваясь на аграре съебался с моим куна пытался мы с куна лучшие друзья вместе навсегда трепет но по коже пробегает мороз ветер с южного бульвара хлещет тебя за то что ты пытался их разлучить что пытался излечить куна от улицы эмпатия легендарно еще раз попробовать понять его и найти точку соприкосновения давай попробуем на неудача это что тут происходит безнадзорный несовершеннолетний у тебя на месте преступления провоцирует тебя всячески так ай куна можешь на минуточку выключить куна и давай поговорим нормально кого так может залупаться на куна залупаться на меня залупаться он быстро плюется да куна только сильнее торчит куна раз два три гоняется что раз три гоняется раз два три гоняется пиздец не тянешь куна съебывай из реактора пиздец дурак бля куна куна тебе разъебет она скидывает костлявые кулачки разъебет эмпатия нормальности тут не видать придется работать с тем что есть куна похуй так хорошо давай попробуем тогда наверное еще сейчас вот это глянем что здесь так построенная для детей лестница сильно шатается но забраться по ней можно так понятно чувак видимо залез кто-то пытался выращивать травы в теплице так хорошо ну-ка еще раз получится ну-ка ты куна блять недоступно еще раз попробую понять его найти с ним . недоступно понятно ладно так хорошо ладно пойду я акуна похуй ну и катись пизду ну-ка может сначала с тобой надо попиздеть ну-ка давай завершить беседу так окей глава и ладно изучим чё место преступления тогда потихоньку восприятие зрения в грязи можно различить отпечатки обувы следы нескольких человек от 6 до 12 что за обувь так визуальный анализ среднем посчитать точно низкие шансы да что за обувь посмотрим тяжелые рабочие ботинки с укрепленным укрепленными носками и подбитыми гвоздями подошвами весь двор покрыт их отпечатками уля-ля так а у нас ведь вот там-то товарищи тусуются вот там это чё за такие товарищи это вот скорее всего они-то его и заебашили ну как минимум они здесь были правильно визуальный анализ средний ну давай попробуем получен урон так понятно неудача визуальный анализ кем ты себя возомнил супер-детективом у тебя похмелье это просто вмятины в грязи никакой закономерности тебе пока не найти так хорошо уйти олрайт вот это что взять так бабло магний боевой дух плюс один получен предмет восстанавливающий здоровье так полученные деньги 0 20 реалов окей что это подъемный механизм ржавеет уже не первый год это что запечатано сюда кто-то ушел нагромождение извечнита что из извечнита ничем не примечательное нагромождение кровельного материала извечнита что такое извечнит так восприятие средне почему я и пиались на кучу кровельного материала ну-ка давай вырубаем неудача потому что я еблан да опять ответ какой-нибудь потому что все уложено тщательно и аккуратно глаз не нарадуется внутренне внутренне империя нет тут что-то еще у тебя какое-то странное чувство не обращать внимание какое чувство сложно сказать оно уже прошло чувства проходят знаешь ли особенно незначительные понятно это заколоченная дверь просто вот это уже как бы не игровые ощущения и догадки а мои личные просто тут заколочена дверь вот и все и ни хуй его там убили и через эту дверь съеблись отсюда чтобы никто ничего не увидел вот и все так что это ничего особенного просто какое-то так хорошо уйти автосохранение замечательно так окей сюда ооо то 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 а куда ты побежал ну-ка ни хуя ж себе вот как это делается да как ты туда попадешь мне интересно а ты ебла там а нахуя все понятно блять тыкнул ну я думал нихуя он сейчас действие совершит оббежит дом что-то куда-то прибежит ну-ка стой вот здесь что здесь возможно бутылочки или что-то есть внутри бутылки их можно было собрать будь у тебя пакет ага так стоп здесь что переходим бутылки собираем почтовый ящик это почтовый ящик ээээ пост эл авентюр изрисованный граффити при внимательном осмотре можно обнаружить два отверстия на от пуль спереди хороший ящичек погладить ящик а лучше нахуй пшел ящик пнуть его нахуй пшел ну-ка а я дурак да ты пинаешь ящик и раздается глухой печальный звон словно преданный в лучших чувствах ящик не может поверить в происходящее получен урон здоровья ну собственно я так и подумал палец явно поврежден больно вот это да одобрительно качает головы лейтенант вот это вы здорово показали почтовому ящику так потереть палец ты так думаешь думаешь это было здорово не думаю идем должно быть вот тут даже вы вдумайтесь с каким-то мусорным контейнером с ящиком такой прям диалог тут прямо прямо проходишь прямо этот эмоционально каждую какую-то прям классно должно быть он видит этот ящик слабее тебя а ты получаешь его получается его травишь этого он не любит хороший ящик погладить ящик он почтовый ящик почтовый ящик не верит твоим психопатическим манипуляциям сука какие же мы ебланы так хорошо вернемся а нет минуточку остановись это что такое электронный дверной звонок старый домофон со списком всех компаний торгового центра восточная дельта и кнопками для вызова главный торговый зал а так я думаю пока что это рано ну-ка что здесь рю дэсэн гислен 8b хорошо так давай-ка вот сюда заглянем мусорный бак мусорный бак это мусорный бак заперт на задвижке висит замок с надписью танцы в тряпье ага там что-то есть не обязательно связано с расследованием но все же почему я смотрю на тебя мусорный бак ты же просто мусорный бак ну я мусорный бак ну я просто бак приоритеты тут ты расставляешь пиздец с мусорным баком даже пообщаться можно охренеть лейтенант что по твоему может быть внутри мусор пищевые отходы из кафетерия эти баки запирают чтобы не привлекать бомжей там могут быть и какие-то улики да я чувствую что там что-то есть довольно разумное предположение тогда нужно немедленно открыть этот бак довольно разумное предположение хм он наклоняется чтобы изучить замок и как нам открыть замок мы можем попробовать использовать монтировку у меня в мотокарете есть или так мотокарет это та синяя хуйня да? хорошо или что лейтенант можно не монтировку а просто сходить и взять и заодно и взять монтировку или что лейтенант никаких но только монтировка новое задание открытие мусорный бак или попросить управляющего танца в трипье дать нам ключ наверняка он у него есть да я чувствую что там что-то есть да чувствуете что вы имеете ввиду это экстрансерверное восприятие чтобы не находилось внутри это важно просто интуиция может быть что-то выбросил хм он наклоняется чтобы изучить замок так хорошо это все ясно все это мы изучили alright что давайте короче ну попробуем посмотреть что за хуйня повешенный труп смотрит на тебя своими выпученными белыми глазами лицо на котором эти глаза расположены не выглядит человеческим оно раздулось и готово вот-вот взорваться губы как две рыбины а язык вытыка что вытыкает рот а затыкает рот словно кляп ты ловишь себя на том что задерживаешь дыхание посмотреть вниз его шея повернута под неестественным углом в петле грузового ремня две улики я лично для себя уже понял это ботинки рабочих и грузовой ремень это те уёбки нахуй что-то тут замешаны сто процентов его шея повернута под неестественным углом в петле грузового ремня висящее на этой шее тело выглядит одеревеневшим оно испускает просто безбожную гнилостную вонь ты зажимаешь нос но это не помогает господи что это почему это так ужасно стойкость легендарна разжать нос и попытаться сдержать рвотные позывы низкие шансы активное и изложение лейтенант прижимает к носу клочок белой ткани офицер если вас вырвет ничего страшного вас за это никто не осудит ха он сейчас блеванет куна ко блеванет нахуй отсюда стойкость легендарна сжать нос и попытаться сдержать рвотные позывы не получилось неудача вонь просто тошнотворная она проникает тебе в рот гораздо стремительнее и без церемонии чем ты ожидал не просто воня настоящая лихорадка она заполняет разум омывая тебя изнутри а выплеснуть все из себя ну-ка давай бэээээ так я получил урон или может мне легче станет спахмели? так что я получаю? Ты чувствуешь, как чудовищная сила скручивает твой живот Тело корчится в спазме, выталкивая вонь наружу Толчок за толчком И вот у тебя под ногами уже лужа блевотины А горло соднит от желудочного сока Блин, как они все тонко это все прописывают, прям пиздец Четко прям Так, простите, ладно, будем любезны Ничего, со всеми случается, лейтенант протягивает тебе свой белый носовой платок Оставьте у себя Спасибо, вытереть рот Спасибо Получен предмет, платок лейтенанта Заебись, будем, похуй Будем собирать вещи В таком похмелье с этим явно тяжелее справиться Пригодится бы наш атерный спирт Он поворачивает Прочищает разум Думаешь, наш атерный спирт поможет? Хорошо, где достать наш атерный спирт? Не нужен мне некоторый наш атерный Думаешь, наш атерный спирт поможет? Если не обойтись головной боли, кивает он Некоторые коллеги используют его, чтобы справиться с трупной вонью А ты не используешь? Так, а где достать? Так, а ты не используешь? У меня слишком сильно болит от него голова Понятно Скорее он просто может Выносить эту вонь и без наш атерного спирта В отличие от тебя Стойкость Так, хорошо, а где достать наш атерный спирт? Та девушка-садовница упомянула, что Принимает нюхательные соли Чтобы справиться с запахом Он кивает в сторону площади Хорошо, запомнили Задание обновлено Смотрите, тело жертвы Это типа я цинь-цинь, галочку, да? Но если у нее больше нет Можно спросить во фритте поблизости Так, alright Если у вас будет наш это помощник А, это типа игровой помощник Так, если у вас будет наш атерный спирт Сложно Сложность проверки стойкости изменится О, такие модификаторы делают проверки проще И позволяют выполнить их снова Отвернуться, уйти Так Хорошо, что-то новое добавилось Отвернуться Уйти Так Ну что, отсосал, отсосал Гондон обосрался Да что такое-то, бля Это кому он такое говорит? Сломай его, Куна Так, Куна, давай-ка Может ты что, отошел? Получится еще раз тебя? Так, понятно Куна Куна, я Меня вырвала И сейчас я Не могу исследовать тело Ха-ха-ха Ага Как блевотный вулкан Пацан изображает Звуки неудержимой рвоты Жалкое зрелище Тебе повезло Что ты не сдох, пидор Так Может ты дашь мне Какой-нибудь совет Ведь Тебе самому похоже Запах Нипочем Идите вы Оба В жопу Так, ну-ка Давай вот так Типа авторитет Мы попробуем Поднять Чтоб он К нам Проникся доверием Да, Куна Есть для тебя совет Пацан Глядит Налево Потом направо Потом Передвигается поближе И сейчас Гадость какую-нибудь скажет Блядь Тебе Сколько лет 80, да? Может хватит Блядь Позориться Перед ребенком Сука Нихуя Просто наводил Сука Так как это Вот чувствуется В диалогах Прописанных Что типа Косят Как бы Под умственно Отсталого Но, блядь Чувствуется Интеллект Пробивается Вот, типа Вот такой хуйни И умственно Отсталый Никогда Такое бы не сказал Так Еще раз Попробовать Понять Найти С ним Точку Это Недоступно Ну-ка Давай Ладно Вот так И сейчас В жопу После Спирт Хватит Хватит Она Она Достает Небольшую Капсулу Из кармана На груди Притягивает Тебе Полегче С этой Дряни У меня От нее Ужасно Разболелась Голова Так Спасибо Спасибо Еще Такой Момент Сейчас Сходим И попросим Ключик У Кофемейкера У Заведующего Кафетерием Не забывайте Нажимать На сферу Возникающую У вашей головы Они Так Что-то там Так Йоу Братишка Аправляющий Кафетерием И я могу Помочь Так Я могу Вам помочь Он поднимает Бровь Мусорный Баг На заднем Дворе Твой Так Насчет Денег Которые Я тебе Должен Мне Нужно Выпить Нальешь Мне Так Я кое Что увидел В танцах Гард И хочу Об этом В огуре Кстати Я собрался Спеть Здесь Под карлок Нихуя себе Мусорный Баг Твой Мой Нет Что Мой Нет Это часть Танца В тряпе Спасибо за уточнение А зачем Вы запираете Баг Чтоб Пьяницы И бомжи Не залезали Вот зачем И соседи Они Скидывают туда Мусор А за вывоз Не платят Я так и подумал Так и думал То есть Вы единственный У кого Есть доступ К мусорному Баку Ну да Они считают Транспортной Компанией Так Кто Риторика Как ты Это Бессердечно Не находишь Что-то Вот тебе Шевелится Какое Интересное Ощущение Что это Нет Ничего Во мне Не шевелится Это не Бессердечно Это Здраво Так Потыкай его И узнаешь А это Бессердечно Даже Объедки Прятать От Бедняков Так Подожди Так Подожди Ну-ка Вот это Спросим Бессердечно Что Крас Мазов Почти Все Реваштольские Заведения Запирают Мусорные Баки Танцы В трепени Чем В этом Плане Не выделяются Нам нужны ключи От бака Короче Зачем они вам Да ты чё блять Мы полиция Не пизди Для следствия Это для дела Лейтенант говорит Неожиданно резко Надеемся На ваше сотрудничество Получен примет Ключи от мусора Хорошо Он достает Из подстойки Ключи Протягивает тебе Только верните Пожалуйста Когда закончить Насчет денег Которые я тебе должен Я тебе нихуя не должен Так А не при вас Напомню Сколько я тебе должен Давай-ка лучше поговорим О чем-нибудь другом Напомню Много За номер И разбитое окно Сто реалов Охуеть Я наскрёб Дай бог Один реал Наверное Давай лучше Так Сменим тему Например Мне вот Очень нравилось Говорить о деньгах Что вы мне должны Так Хорошо Так Мне нужно выпить Нальёшь мне Ты видишь У меня в руке Шейкер Это Это указывает Он на пустую ладонь Это шейкер Он раздражён Ты будешь раздражён Почему Мне просто нужно выпить А маленькая баночка У меня есть Я ношу баночку И делаю вот так Он Яростно трясёт Воображаемый шейкер Я улыбаюсь Ты видишь Чтобы я с улыбкой Тряс шейкер Нет А знаешь почему Потому что ты не бармен Получено опыта Нихуя опыт получил Именно Я управляющий Коктарем Успокаивает Дыхание Рад что мы С этим разобрались Ещё что-нибудь Ну дело Я бухнуть хочу Ты не заоцениваешь Серьёзность Положения Я алкоголик Мне нужно Пожалуйста Сделай исключение У меня Трясучка Мне нужна Мне нужна Моя соска Сука Кто придумывает Эти диалоги Нужно что-то ещё Так Так Хорошо Я думаю грубостью Ну пожалуйста Сделай исключение Ну-ка давай вот так Это дополнительный повод Вас не обслуживать Я могу Вам ещё что-то Чем-нибудь Кроме выпивки Кое-что Увидел в танцах Гарет Хочу об этом поговорить Ну-ка Он закатывает глаза Что Я заметил знак Там написано Что столовая Зарезервирована Для профсоюза Гард Я видел вывеску Там говорится Что мне нельзя на кухню Почему нельзя на кухню Я хочу говорить А в другом так А вы что Теперь Ещё и повар Это не ваше дело А может я вполне повар У меня есть Ордер на обыск Но кухне могут быть улики Имеющие отношение к делу Вот так вот Давай Он закатывает глаза Его не на сковороде Жарили Это Линчевали Его линчевали Какое отношение Линчевали А откуда ты знаешь Что его линчевали А Сука Какое отношение Может кухня Иметь К Он передумывает Ладно Хорошо Кухня закрыта До 13 Потому 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 что Повар готовит После этого Если вам Так нужно Можете Там Пошарить Ага То есть Часик Да Я заметил знак Там написано Что столовая Зарезирована Для профсоюза Да Слава богу Не Не всего профсоюза Лишь для самых Крикунов Он При Что Призрительно Мотает головой Они приходят По вечерам Тупые Хамоватые Считают себя Самыми главными Но клиенты Хорошие Заказывают Много Платят Вовремя Вовремя Я так думаю Он акцент На это делает Он Терпеть Не может Профсоюз Но С неохотой Признает Его власть Потому Перенаправляет Своё раздражение На тебя Парируй Жаль Чтобы Чтоб Не разориться Тебе приходится Присмыкаться Так Парировать Не парировать Ты Выше Никаких провокаций Так Ну-ка давай Ладно Пизднём Получено опыта Я же говорю Надо прям В жопу ему залазить Так Не приходится Я просто Так Жаль Чтобы Чтобы не разориться Тебе приходится Присмыкаться Перед Профсоюзом Не приходится Подожди Пять очков опыта Я же палту Столько что получил Или нет Ладно Не важно Не приходится Я просто не доставляю Предоставляю услугу А точнее даже Способствую Предоставлению услуг Платёжеспособным клиентам И Платёжеспособным клиентам Мне кажется Он акцент на это делает Он выдыхается Он выдыхается И он выдыхается Не важно Я не обязан Перед вами Оправдываться Новое задание Узнаете Кто обладает В зале Для членов Кто что делает Узнаете Кто Обедает В зале Для членов Профсоюза Гарта Сказал Так Хорошо Я понял Так Лейтенант Со значением Тебе кивает Стоит выяснить Кто эти крикуны Крикуны Значит Разговорчивые А нам нужна Информация Как нам их найти Никак Придётся Подождать Рано или поздно Они объявятся Он смотрит В сторону Их зала Людям нужно есть Даже тем Кто бастует Не сегодня Так завтра придут Я хочу поговорить О другом Что Скорость реакции Кстати К этим Расспросам Стоит вернуться Если потом Увидишь В танцах Ещё что-нибудь Интересное Насчёт День О который Так Гарт Я увидел В танцах Ещё кое-что Так Я собираюсь Спеть здесь Под коровок Абсолютно Исключено Вот увидишь Управляющие Кафетерием Внутренняя империя Абсолютно Включено Сперва Ищем Хитяру Погрустнее А потом Распеваем Тут всё В клочья Так Хорошо Гарт Я увидел В танцах Кое-что Давай На Я хочу поговорить О другом До свидания Всё Спасибо Я всё выяснил Всё что меня Интересовало Пойдёмте Всё-таки Я думаю Хоть в этой-то серии Мы ну Чуть-чуть-то Хотя бы Ну Изучим Труп А то Блять Уже сколько там Серий И всё Всё вокруг Да около Заходим Короче Это на стрим Сто пудово Это на стрим Потому что Игруха Очень интересна И за Час Час Для эфирного Времени Это Очень мало Можно конечно Делать серии Длинные Но Не знаю Так А давайте Как Чё Так Предметы Как Как это Я должен Цена Один Да А это Что Другая Сила Так Активный Инвентарь Ну Чё Можно Так Без Без Этого Оно Типа Действует Как Пассивка Что Ли Или Чё Такое Одинокая Захода Типа Надо Так Хорошо Предмет Нельзя Шляпа Очки Шея Перчатки Подожди Так Подожди Два раза Так Он Одевает Он Всё Одевает Чё Можно Да Так Подожди Ну-ка Задание Тогда Осмотреть тело Жертвы Вот Осмотреть тело Висящее На задании Дори Это Предварительный Осмотр Нужны всего лишь Рвотные Позывы А Всё Понял Это Типа В ходе Процессии Так Я понял Так Господи Что Почему Это Так Ла 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 Так Стойкость Линггендарна Ампула А Вот это Как работает Ага Стойкость Ты Откупоришь Ампулу С нашатырным Спиртом И делаешь Вдох Запах Смерти Становится Только Сильнее Мозг Настойчиво Кричит Беги А желудок Хочет Вывернуться Наизнанку Ты Щуришь Глаза И Продолжаешь Стоять Посреди Этой Вони Так Потерян Передает Ампула С нашатырным Спиртом Подойти Ближе Задание Обновлено Смотрите Ложерт Так На мужчины Нет Одежды Только Нижнее Белье И покрытые Эмалью Ботинки Кожа Зеленоватая С проступающими Полосками Вен И трупными Пятнами Грудь И плечи Покрыты Тускнеющей Паутиной Татуировок Грузовый Ремень Которым Он подвешен На ветку Выглядит Крепким Для Промышленного Применения Смотреть Ботинки Осмотреть Элемент Татуировки Посмотреть Ему В глаза Прищуриться И отойти Назад Хорошо Смотреть Ботинки Пошли Поверху Ну типа Снизу Вверх Похоже Керамически Яркая Белизна Ботинок Резко Контрастирует С разделяющейся Плотью На Контрастирует С разлагающейся Плотью Над коленом Погибший Носил Плотные Синтетические Носки Возможно Как дополнительную Подкладку Их Покрывает Тонкая Сеть Защ Что Защелкивающихся Пластинок Их Покрывает Тонкая Сеть Ботинки Да Внутренняя Империя Искусные И утонченные Они Кажутся Совершенно Чужими Окружающему Для тебя Миру Какими-то Неуместными Что за Ботинки Такие Это Не ботинки Это Броня Зажав Блокнот Подмышкой Лейтенант Приседает Чтобы изучить Подошвы Строго Говоря Это Саботоны Что Такой Саботоны Ладно Ясно А что Именно За Броня Керамическая В основном Из Диоксида Циркония Здесь Должна Быть Указана Модель Где Под каблуком Эй Эйр Везер Эйвер Эйр Блять Эйрвезер Эйрвезер Хуя Эйрвезер Т Пятьсот В Эй Ви Полагаю Ви Эй Означает Стекловидную Эмаль Продвинутые Технологии А где Остальное А где Местные Местные Растащили А где Остальное Местные Растащили Такой Материал Выглядит Здесь Неуместным Постучать По Ботинку Потянуть За Ботинок Отойти Я думаю Сейчас потяну Я ногу Ему Оторву Разложился Уже Отойти И посмотреть На Труп Так А где Остальное Местные Растащили Он Кивает Это Все Что Осталось Он Здесь Уже Семь Дней Висит Было Бы Странно Если Б Не Растащили Новое Задание Где Стальные Части Брони Нужно Поискать Другие Части Брони Это Может Дать Новую Информацию Он Кивает На Куна Может Он Что Нибудь Знает Болевой Порог Такая Броня Могла Бы Защитить Твою Смертную Оболочку От Чего Разве Моя Смертная Оболочка Нуждаются В Защите Может У Него Из Брони Были Только Эти Ботинки Давай Спросим Да Пули Полетят Они Всегда Это Делают Оболочка Мягкая Мясная И Пробиваемая Закуй Ее В Керамический Панцирь Окажись Смерти Сопротивление Может У него Из Броней Только Эти Ботинки Нет Должно Быть Под Одеждой У него Было Что То Ценно Ради Чего Им Пришлось Его Полностью Раздеть Не Просто Ж Так Они Стянулись С него Эти Вонючие Лохмоти Тогда Где Вся Его Остальная Одежда Видишь Ее Где Нибудь А Что Если Они Приказали Ему Раздеться Прежде Чем Повесили Чтобы Унизить Тогда Где Его Вся Остальная Одежда Видишь Ее Где Нибудь Так Хорошо Тогда Где Вся Его Остальная Одежда Кто Мог Убрать Ее Со Двора Но Это Вопрос К Рыжему То К Тому Уеб Ку 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 Я Тебя Слышу Фидор Хуйню Всякую Про Ку Сочиняешь Иди Сюда Скажи Ку Ку В Лицо Ку Ку Иди Нахер А Что Если Они Приказали Ему Раздеться Так Ку Иди Нах Хуй Хочешь Меня Нахер Присадить Хочешь Трахнуть Ку Сила Воли Не обращай Внимания И не Говори Ничего Твоя Задача Осмотреть Тело А что Если Они Приказали Ему Раздеться Прежде Ча Повесили Чтобы Унизить В таких Случаях Они Обычно Раздевают Догола Лапута Мадре Мазда Мазда Бессмертный И прочие А наш Повешенный Остался В трусах Эй Мудак Ты че Меня Игнорируешь А Куна Вся Эта Херня С ботинками Просто Супер Уныла Уныла А эти Двое Полные Витупа Ну что-то Тоже Неблагоприятное В общем Она про нас Говорит Так А где остальные Местные Расточила Такой материал Выглядит Здесь Неуместно Давай Ну-ка Так Есть Он Дорогой Лейтенант Проводит Указательным Пальцем Линию На Покрытой Росой Броне Росой Да тут Дождь Хлещет Во всю Мы Уже Несколько Лет Пытаемся Заказать Аналогичные Материалы Для наших Тактических Подразделений Полицейское Управление Сочло Это Слишком Затратным За это Время Мы Потеряли В пределах Уже Шесть Человек О каких Суммах Идет Речь Ведь Комплект Зарплата Примерно За четыре Года Охуеть Блять Комплект Зарплата За четыре Года Баблишка Детка Кивнуть Кивнуть Ботинком Это Много Баблишка Детка И под Баблишком Вы имели Имейте ввиду Он склоняет голову На бок Что мы не будем Регистрировать Их как доказательство А просто украдем Внушение А что там Говорит Говорил про Полицейское управление Если хочет Втянуть В Это Лейтенанта Придется Нажать На Нужные Кнопки Нет Я этого Не хотел Сказать Да Баблишка Значит Именно Это Если Полицейское управление Тянет резину Почему Почему бы Не начать Действовать Самим Не то Хорошие парни Так Так продолжат Умирать Кстати да Можно Чтобы Никого Не подстрели В ногу Думаю С нашими Конечностями Все будет в порядке И без ботинок Мертвеца Да Ой Ну что ж Никто и не Обещал Ой Ну что ж Никто и не Обещал Что это Сработает Пришло время Вернуться К расследованию Так Alright Как это Человек мог Позволить Себе Такое Дорого Обмундирования Нам еще Предстоит Это Выяснить В моем Предварительном Отчете Предполагается Что он Работал Охранником В компании Владеющей Портом А это Лишь Слухи А что В предварительном Отчете Слишком Круто Для простого Охранника Так А что Так Слишком Круто Да Действительно Согласен Обычный Охранник Никогда Не смог Бы позволить Себе Так Обмундирование Так А что Предварительном Отчете Информация Которую Мне удалось Собрать В участке Отчет О Мартинезе Уверен Что Вы Сделали То же Самое Да Конечно На самом деле Он не Уверен Просто Проявляет Тактичность Да Ясно Похоже На Правда Нет Он качает Головой Наша Интуиция Была Права Обычный Охранник Никогда Не смог Бы Позволить Себе Такое Обмундирование Постучать По Ботинку Повешенный Воздух Наполняет Тонкий Звон Будто Что Кто-то Позвонил В колокольчик Или Постучал По Краю Фарфоровой Чашки Грубая Сила Внезапно Твои Бицепсы Напрягаются Локти Сгибаются Готовая Что Готовая Локти Сгибаются Готовя Руки Нанести Удар Ударить Сильнее Ударить Сильнее Давай Ну-ка Твой Кулак Ударяется О ботинок И тем же Звоном Тем же Звоном Звук Не становится Громче Лейтенант Прислушивается Приложив Ладонь К уху Вы слышали Щелчок Да Как Катящаяся Игральная Кость Он Так Ким Он Перераспределяет Поступающую Кинетическую Энергию В горизонтальной Плоскости От пластины К пластине Когда пластины Соприкасаются Раздается Щелчок Вы слышали Этот звук Он показывает На носок Ботинка Видите Эти линии Сложная Сложная Сеть Едва Заметных Линий Покрывает Пластины Разбивая Их На более Мелкие Фрагменты Которые Делятся Затем На еще Меньшие Пластины Сотни Маленьких Пластин Внутренняя Империя Как Чешуя Какого-то Древнего Белого Чудовища Жемчужина Жемчужная Потрескившаяся Так Потянуть за ботинок Ну-ка Это кажется Опасным Уверен Обхватить Ботинок рукой Лучше Даже не пытаться Обхватить Давай Вонь заполняет Твои ноздри Ты Тянешься Тянешь Вниз И сверху Раздается Зловещий Хруст Стойте Резко Крикивает Тебя Лейтенант Он смотрит Как ты стоишь Зажав Подмышкой Ботинок Мусор Хочет Ему Башку Оторвать Убойно Что Лейтенант Вид у тебя Тревожный Че такое Ой Плохая Идея Так Что Даже Этим Щенкам Понятно Что вы Ему Так Голову Оторвете Сделай Это Гомосять Так 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 можно И голову Оторвать Да Да Именно Об этом Я и говорю Сделав Это Вы Усложните Работу Судмедэксперта Так что Не надо Блять Да и Вообще Чего вы Хотели Этим Добиться Зачем Вы Повысили Повисли Повисли На ботинке Так Эти ботинки Отлично Подошли Бы К моим Клешам Это Продвинутые Вражеские Технологии Мы должны Изучить Их На предмет Уязвимости Мы что Не детективы Что ли В этом ботинке Могут быть Улики Ты же Сказал Что Они дорогие Я думал Их можно Заложить Чтобы Решить Материальный Вопрос Все дело В этой Истории С полицейским Управлением В том Что Хорошие Парни Гибнут Я хочу Защитить Их Прости Я даже Снимать Снимать Ты их Не хотел Просто Хотел Попробовать Улики Может Нам Лучше Сосредоточиться На том Что Снаружи Этого Ботинка А то Что Внутри Ставить Ребятам Из морга Хотя Б В этот Раз Кроме Того Он Постукивает По Ботинку У вас Все равно Не получится Их Снять Ведь Бионетический Материал Этого Тела Стекал Вниз В ботинке Они Теперь Выросли В Что Выросли В ноги Как думаете Почему местные Их до сих пор Не сняли А Ну типа Застряли Там разбух Да Техника Ты уверен Что есть Такой способ Содрать Их Есть Какой-то Способ Содрать Их С ног Но для А Ты уверен Что есть Какой-то Способ Содрать Их С ног Но для Этого Нужно Сначала Снять Труп С дерева А Еще Возможно Будет Лучше Если Лейтенант Не будет При этом Присутствовать Отличный План Принять Украсть ботинки Мертвеца Но Это же Так Бессердечно Отказаться Честь Дороже Так Отличный План Ту-ту-ту Новое задание Ботинки Блядь Тут Классно Такой Интерактив Можно Как бы Ну это Тайком Мы можем Короче Их Спиздануй Да Снять Хорошо Техника В предвкушении Ты хрустишь Костяшками Пальцев Хорошо Хорошо И Хорошо И ловко А что тогда Будет С ботинками В морге О них Позаботятся Учитывая Всю ситуацию Им Это все равно Ничего не даст Нам нужно Правильно Расставлять Приоритеты Но Он смотрит На ботинки Может вернемся К работе Так Хорошо Так Хорошо Отойти И посмотреть На троп Труп Медленно Раскачивается На Грузовом Ремне Грудь Покрыта Татуировками Конечностей В розовых Синих Что Синих Пятнах Так Осмотреть Ремень Петля Туго Затянута Под весом Висящего На ремне Тела Желтый Полиэстер Врезался В твердой Твердой Кромкой В шею Выше Продетый В скользящую Пряжку Ремень Крепится К ветке Так Хорошо Руки Не связаны Кстати Электрохимия Боже На этом ремне Что-то есть Какое-то Знакомое Слово Которое Отличается Откликается В тебе Жаждой Что это За слово Получено Опыта А Пять очков Плюс пять Воспринимал Как типа Нолик Пятьдесят Думал Нормально Палтус Заработал Так Верми Вермион Желтые буквы Вдоль Перекрученного Грузового Ремня Лишь Благодаря Глухой Тоске По Золотому Духу Вермиона Тебе Удалось Разобрать Потускневший Логотип Местной Пивоварни Интересно Надо бы Выпить Не самый подходящий Момент Чтобы выпить Да Более чем Что это за Веревка Промышленный Канат Такие Используют Чтобы подкреплять Груз На грузовиках Внутренняя империя Как в цирке Когда цирк уезжает Они Привязывают Пятнистого Жирафа К стенам Клетки Для перевозки Так Как в грузовом Порту Как в цирке При транспортировке Пятнистого Жирафа Как в Наум приходит Только грузовой Порт Как В грузовом Порту Да Похоже Они использовали Первое Что подвернулось Под руку И даже Не позаботились О собственном Алиби О чем Я говорю Это ребятки Из грузового Порта Где собственно Возможно даже Вот тот Здоровый Который Здоровяк Который С которым Мы общались Возможно Он даже Замешан В этом Потому что Я только С ним Единственным Успел Перекинуться Словечками Не позаботились О собственном Алиби Мы полагаем Что это Дело Рук Портовых Рабочих Они Явно Хотели Чтобы Он Остался На Дерево Полиэстер Прочный Материал Как Они Вообще Туда Подняли Как Они Его Подняли Туда Петля Для Весельницы Такая Так Что Петля Для Веселицы Такая Штука Которая Проще Затягивать С одной Стороны Он Указывает На Пряжку Которая Удерживает Ремень На Веревке Думаю Они Закинули Петлю На Веревку Петлю На Ветку А потом Потянули Ремень И Пряжка Закрылась Он Делает Жест Будто Затягивает Ремень Я Бы Поступил Именно Так Кажется Это Проще Чем Залезть На Дерево Так Мы Полагаем Что Это Дело Рук Портовых Рабочих Они Явно Хотели Чтобы Остаться На Дереве Полиэстер Прочный Материал Ну Давай Это Спросим Это Не Просто Полиэстер Он Еще И Армирован Стальным Стальными Волокнами Он Поднимается Чтобы Изучить Петлю Видите Эти Волосы Здесь Проходят Стальные Нити Судя По Пустить Его Оттуда Будет Намного Проблематичнее Чем Полагал Чем Я Полагал Так Мы Полагаем Что Это Дело Друг Портовых Рабочих Да Я Все Еще Рассматриваю Это Как Самосуд Причина Которого Кроется В Идущей Забастовке Он Поднимает Бровь И Вежливо Смотрит На Тебя А Вы Что Думаете Внутреннее Амперия Да Соглашается Он Полученное Нами От Представительницы Wild Prines Тоже Соответствует Действительности Это похоже На Самосуд Нет Ты чувствуешь Здесь Есть Что-то Еще Но Что Резонно Обыденный Конфликт Кажется Вполне Правоподобным Нет Мне кажется Тут Что-то Другое Так Не задавая Мне такие Вопросы Я лишь Влачу Своё Существование Из одного Момента В другой Нет Мне кажется Тут Что-то Другое Да Он Закрывает Нос Рукой Зачастую Так и Бывает Меня Беспокоит Этот Ремень Смотрите Татуировки Затейливая Переплетение Синих Нитей Ну-ка Подожди Это Вот это Да Так Затейливое Переплетение Синих Нитей Растянулось По всей Груди От правого Плеча До Солнечного Сплетения На каждом Пересечении Маленькая Белая Звездочка Эти Тускнеющих Что? Этих Тускнеющих Звезд Целые Сотни А плотнее Всего Они Расположены В области Сердца Внутренняя Пере Его тело Отмечено Звездами А в чем Будет Отмечено Мое Алкоголем И разбитым Сердцем Так Внезапно Твоя рука Сжимается В кулак Пулевыми Ранениями Оно Будет Оно Будет Изрешечено Диско Пулевыми Ранениями Давай Скажем Так Разложение Медленно Располз Что? Наползает На туировки Большая Часть Узора Уже Потемнела И медленно Разрушается Источая Вонь Это Карта Ночного Неба Это Какая-то Схема Микро Электронной Системы Это Какой-то Национальный Узор Давай Это Карта Ночного Неба Карта Слезного Неба Он Отворачивается Чтобы набрать В легкие Больше Воздуха Прежде чем Изучить Изображение Поближе Некоторое Сходство С Астрономическими Схемами Действительно Имеется Может Это Миссинейские Карты Великого Столетия Но Этот рисунок Кажется Более Подробным Намного Немного Другим Концептуализация Как будто Кто-то Руководствует Своими Предпочтениями Просто Выбросил Большую Часть Звезд Однако Всем Этим Предпочтения Заключались Тебе Известно Однако В чем Эти предпочтения Заключались Тебе Неизвестно Мысль Рассеивается И ты понимаешь Что был Прав Только Отчасти Я что-то Упускаю Так Ким Что делает Я тоже Воздух Наполняет Внезапные Пронзительный Звук Это лейтенант Растегивает Молнию На своем Куртке Да Он что-то Достал Он достает Из кармана Куртки Тонкий Рифленый Брусок Алюминия Рифленый Рифленый Блять Рифленый Кусок Алюминия И раскрывает Его со звуком Вынимаемого Из ножен Меча Появляется Небольшая Линза Это что-то Вроде Камеры Что это Так Не мешайте Лейтенанту Работать Давай спросим Тригад Сан Шайн Мини Тригад Сайн Шайн Куна Блять Это что за Хуйня Цветная Камера Для Мгновенного Фотографии Он достает Две Ампулы С металлическими Крышками И Защелкивает Их В отсеке На Боку Аппарата Цветится Тонкая Щелочка Внушение Он впервые Откровенно Признает Присутствие Здесь Подростков У меня Все две Ампулы Так что Не двигайтесь Не хочу Потратить Их Пустую Пристально Глядя В камеру Он Направляет Ее На труп Линзе Нужно Подстроиться А затем Раздается Визгливый Звук Сработавшей Вспышки Лопается Маленькая Стеклянная Ампула Ты видишь Как Цветные Ручейки Текут На толстый Лоснящийся Листок Бумаги Вылезающий Из камеры На леске Полноцветное Изображение Покрытое Татуировками Груди Погибшего На всякий случай Поясняет Лейтенант И трясет Листок Просушивая На холодном Ветро Крутая техника А зачем нам Может понадобиться Эта фотография Новое задание Татуировки Жертвы Она отражает Суть Личности Этого человека По телосложению Я бы Предположил Что Погибший Был Сторонником Физического Насилия Через Своё тело Он пытался Рассказать Очень важную Для него Историю Это было Это его письмо Нам Кому-то Кто может Его расшифровать Нужно Показать Это изображение Другим А можно мне Я бы посмотрел Похоже Без этого Трупного Смрада Получен предмет Фотография Так Хорошо Конечно Только не потеряйте Он Протягивает Тебе Скрученный Фрагмент Фотобумаги Некрупнее Пачки Сигарет Мертвец Глядит Сквозь тебя Остекленевшими Остекленевшими Глазами Его рот Безмолвена Кожа Разноцветная Как химическая радуга На фотобумаге Он Распростер Объятия Паразитирующим Организмом Блять Пиздец Формулировки Здесь Посмотрите ему В глаза Давай посмотрим Его молочно-белые Слепые К Его молочно-белые Слепые К Окружающему Глаза Окружающему Глаза Комично Выпирают Из глазниц Ничего Нет Дома А Никого Нет Дома Один Лишь Подводные Ужасы Его Голова Покрыта Темно-русыми Волосами Лицо Вот-вот Взорвется От Происходящих В его голове Органических Процессов Смертельная Хмылка Пропала Осталась Лишь Неузнаваемая Масса В которой Сложно Различить Прежние Черты Лиц Эмпатия Под закрывшей Плотью Прячется Эмоция Ее невозможно Увидеть По Внешним Признакам И чертам Она скрывается Внутри Это Наслаждение В момент Смерти Этого человека Получал Наслаждение Эмпатия Эмпатия Ты какая-то Странная А нахуй Мертвец Скажи Мне Кто ты Высокий шанс Ну-ка Да Успех Меня Здесь Нет Повешенный А где ты Подожди Я вижу Что тебя Уже нет Но кто ты Что происходит Ты Противный Скучный И вонючий Почему ты Испытывал удовольствие Когда у меня Я вижу Что тебя Уже нет Но кто ты Я лишь Шутка Посмотри на меня В тебе Нет ничего Смешного Теперь Да Но кем ты Был в жизни При жизни В тебе Нет ничего Смешного В шутках Тоже нет Ничего Смешного Кем ты Был при жизни Убийцей Ублюдком И убийцей Убийцей Ублюдком И убийцей Сумрак Рыбак Рыбака Ха-ха-ха Так У меня к тебе Другой вопрос Где ты А где ты Путешествую По серому Ничто Это где В прошлом Далеко Далеко На западе Так Что происходит В каком смысле Я с тобой разговариваю Не важно Я просто хотел Я с тобой разговариваю Это сила твоего Черная Пенистая Жидкость Начинает пузыриться У него На губах Воображение Это сила твоего Воображения Понятно Вперед Задай еще Вопросы Как же ты Блять Любишь Вопросы Почему Я действительно Так Люблю Вопросы Потому что Ты Копе Руни Ты только Посмотри Как они Сыплются Из тебя Ну что Еще Вопросы Нет Достаточно Да Давай Еще Вопросы Отдавай мне Геометрически Смешное Количество Вопросов Так Да Давай Еще Вопросы Меня зовут Как и Есть Ты противный Скучный Противный Скучный И вонючий Ты противный Скучный И вонючий Ну давай Никого не напоминает Чудовище Из глубин Младенца Страдающая Орле Кинезмом Бля Пиздец Чудовище Из глубин Не совсем Но близко Младенца Страдающая Орле Кинезмом Орле Кинезмом Это Ну Я даже Не знаю Что это За болезнь Но думаю Это ужасное Что-то Тоже Выкрутился Сукин Сын Так Почему Ты испытываешь Удовольствие Когда Почему Ты испытывал Удовольствие Когда Умер Получено Опыта 5 очков Ха Может Я в этот момент Кончал Бля Какая же Дрянь Так Прежде всего Тебе обязательно Так Разговаривать Что это Вообще За диалект Такой Так Что ты Испытывал Так Так что Ты испытывал Сексуальное Возбуждение Когда тебе Вешали По-моему Я похож На любителя Ауто Эротической Фикс Асфиксии Ну Это Типа Любители Которые Типа Ну Вот Этой Хуйни Всей Которые Типа Передушать Во время Секса И так Далее А Что такое Вот это Вот Сейчас И узнаем Капитан Коподромо Боюсь В течение Уносит Нас От Темы И мы Опять Зацикливаемся На сексуальности Давайте Вернемся К более Простым Вопросом Почему ты испытывал удовольствие Давай Так Прежде всего Тебе обязательно так разговаривать Что это за вообще диалект такой Дилект Хуэлект Ты поди думаешь Я Месси Неец Да Мессинеец Считаю Что в Мессине Мессине Так говорят Я Я даже Не уверен Что знаю Что такое Мессина А на самом деле Ты Из Мессины Нет Волосы Слишком Светлые И Брови Тоже Доверь Се Внутреннему Расисту Ха Так Ты теперь Еще и Расист Я Всегда Доверяю Своему Внутреннему Расисту Он может Разобраться Что к чему Теперь еще и Расист Это ты так думаешь Думаешь Я был Расистом Потому что Мое тело Похоже на Тело военного И покрыто Татуировками Это называется Составление Психологического Портрета Так Так Поехали Хорошо Довольно Ты можешь В любой момент Вернуться Чтобы снова Заглянуть На мое лицо Посмеяться Над моей Гримасой Орликина Задать Свои Вопросики Освежить Память Поиграть В ассоциации Вспомнить Собственной Что? Вспомнить О собственной Смертности Копо Лопо Кополопо Пиздец Так Прищуриться И отойти Назад Прищуришься И чудовище Перед тобой Расплывается Жутким Зелено-розовым Пятном Рассмотреть Розовый С синими Отметинами Проступает Только На бедрах И в Верхней части Тела На его Разбухших Руках И шея Сразу Над петлей Остальное Тело В холодном Весеннем Воздухе Кажется Темно-зеленым Блять Зачем Такие Подробности Это Пиздец Ким Я Прищурился Зачем Ну Давай Спросим Я не знаю Офицер Откуда Мне знать Зачем Вы Прищурились Прищуриться Сильнее Лицо Руки Розовые Бедра Тоже Остальное Зеленоватое Перестать Прищуриться Я тоже Не знаю Надо бы Перестать Что ли Еще Сильнее А Хвыкает Он Вы Пытаетесь Оценить Распространение Трупных Пятен Расслабить Лоза Так Повешенное Твой взгляд Снова Фокусируется На Чудовище Взрыв Цвета Искренный Исп Блять Испещренный Темной Сеткой Вен В это В его Живое В животе Словно Зреет Какой-то Плод Черная Жидкость Струится По бедрам Ибо Кинком Фу Я читаю Мне противно Просто от Одного Блять Описания Этого Трупа Пиздец Так подробно Я еще Труп Не читал Вот так Можно сказать Ну что думаете Я думаю Я думаю Что он Мертв Даже Не знаю Что думать А что А ты Что думаешь Заткнут Из Из него Что-то Течет Его Били Видишь Эти синяки Вижу Большинство Из них Посмертные Может Даже Все Эти Правонарушители Усложнили нам Работу Пока Развлекались А какого Хуя Вы сразу Не приехали Труп Тут Висел Сколько Купим Слышь Ускоглазый Хорош Загадки Тут Загадывать Он Говорит Что Ты Хорошо Его Разъебал Клона Кричит Девчонка По Жесткому Думаю Что Он Даже Не Знаешь Что Думать А ты Что Думаешь Так Заткнуть Нос Из него Что Течет Я думаю Что Он Мертв Согласен Внушение В уголках Его Глаз Собрались Морщинки Он Беззвучно Смеется Бесповоротно Мертв Именно Так От этого Прохожу Так От этого Этого Пройдоха Уже Не вернуть О Очень Мертв 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 А что Вообще Так Смерть Так Именно Так Совершенно Так Даже Не знаю Что Думать Ты Что Думаешь Я думаю Что Сразу После Смерти Он Пребывал В Вертикальном положении Кровь Скопилась У него В руках Кстати Тут Тоже Да Я вижу Что Красное Все Четенько Прямо Нарисовано Он Прибывал Вертикальном Порушении Кровь Скопилась У него В руках И ногах В области Шеи У него Указывает На разбухший Подбородок Петля Сработала Как Жгут Предотвращая Отток Крови От головы Гипостаз Соответствует Повешению Вот что Я думаю Ага Как по мне Похоже На самосуд Его могли Перемещать Уже После Его могли А его Могли Перемещать Уже После Смерти Такой Шанс Всегда Есть Нужно Проверить Соответствует Ли Стран Гуля Ционная Борозда Наше Ремню Сначала Нужно Снять Его Оттуда Так Ты Что Думаешь Ла 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 Ага Как По мне Похоже На Самосуд Кажется Все Что Мы Здесь Пока Увидели Подтверждают Это Предположение Однако Нам Все Равно Нужно Снять Тело Зерево Прежде Чем Говорить О Причине Смерти Так Даже Не знаю Что Ты Думаешь Тра Тата Может Кто Того Задушили Да Всегда Есть Шанс Что Мы Ошибаемся Нужно Проверить Соответствует Ли Сначала Нужно Снять Его Оттуда Заткнуть Ну Из него Что Бежит Лужи Сокрови И Фекалий Фу Блять Проела Себе Путь Сквозь Замерзшую Грязь Под ногами Мертвеца Сверху На Нее Капля За каплей Сочится Вязкая Жижа Блять Меня Сейчас Вырвет Ребята Это Пиздец Так Подробно Я просто Вы Вдумайтесь Я уже Наверное Минут Тридцать Блять Просто Смакую Этот Труп Со всех Ракурсов Блять Каждую Венку Его Блять Каждую Каждую Запахульку Это Пиздец Уже На момент Смерти В желудке Он несет Пидоры Трут За Говно Это Вот это Нам повезло Может Он в туалет Перед смертью Ходил Да Черт возьми Я Пидор Повернулся И закричает Да Черт возьми Я Пидор Так Может Блять Давайте Это Я не могу Двор Закрывается Злобным Смехом Куна Двор Взрывается Злобным Смехом Похожим На Крики Чаек Мусор Сказал Что Он Пидор У Лейтенанта Каменное Выражение Лица Так Из него Что-то Течет Ла 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 Опять Еще раз Я могу Да Так Вот Может Туалет Пересмерть Восходил Может Ему Не очень Хочется Задерживаться На этой теме Отойти И отдышаться Ну что Как будем Его снимать А то Мертвец Я хочу Спросить у тебя Кое что Довольно Так Хорошо Ладно Ну что Как его будем Оттуда снимать Он задумывается Затем Сверяется Со своими Записями Вы уверены Что Подготовка К осмотру Завершена Когда мы Его Снимем Он может Оказаться Что мы Что нибудь Упустили Так Подожди Он задумывается Затем Сверяет Со своими Записями Уверены Что Подготовка К осмотру Завершена Когда мы Его снимем может оказаться, что мы что-нибудь упустили. А что мы можем упустить? Сначала отойти и осмотреть еще раз. Мы тщательно подготовились. У тебя есть план, как его так, продолжать. Сначала отойти и еще раз осмотреть. Да, давай, снимем. Так, задание выполнено. Смотрите, тело жертвы. Лучше на очко навыков. Ага. Армированные... Так, армированный стальной волокнами ремень представляет серьезное затруднение. Ну да, это не просто так перерезать-то. Затруднение. Так, я принес болторез, но не пойму, с какой стороны с ним лучше подойти. Новое задание. Снимите труп с деревом. Труп висит на высоте добрых 1-2 метра. Ремень без посторонней помощи вам, ни мне, не достать. А даже если достанем, останется еще вопрос, как его отрезать. Да просто перерезая, что эта хуйня падает, как мешок с говном. Так, а нельзя попросить кого-нибудь подсобить? Мы можем отпилить ветку. Слишком много возни. Давай не будем этого делать. Можем у нас получится... Так, можем у нас получится стрелить ремень. Может попросить кого-нибудь в порту помочь. Не, порт я не хочу привлекать, потому что там, возможно, кто-то его убил в один из них. Так, у меня больше нет идей. Давай на него еще раз посмотрим. Так, что-нибудь подсобить? Нельзя попросить? Так, кого-нибудь, он, делай паузу, вы имеете в виду полицию? Именно, звони в полицию. Ты прав? Так, имел в виду кого-нибудь, кто ниже детектива по званию? Ну, давай вот это спросим. Кого-нибудь, типа, оплачиваемого мусорщика или уборщика? У меня для вас плохие новости. Это и есть детектив. Я понимаю, это неловко. А, нелегко, но поверьте, на помощь нам никто не придет. У нас тут усугубляющиеся санитарно-гигиенические проблема. Нам нужно снять его и побыстрее. Так, у кого-нибудь, именно, позвонить в полицию. Кто-то уже позвонил. И знаете, кого прислали? Нас. Потому что нигде в своей жизни мы, а, потому что где-то в своей жизни мы свернули не туда. Я понимаю, это нелепо, но так, хорошо, мы можем отпилить ветку. Забраться наверх и отпилить ветку? Да, любой из нас с этим справится. Можно воспользоваться детской лестницей на дерево. Попробуем. Я не доверяю этой лестнице. Злоумышленникам ей пользоваться, злоумышленники ей пользоваться не стали. Она гнила и куда менее надежная, чем кажется. А другого способа забраться я наверх. Я не вижу. Так, наверх не вижу. Хорошо. Он озирается, а затем поворачивается к тебе. Честно говоря, я бы предпочел решение не связанное с выполнением акробатических трюков. Да, выглядит опасно. Должен быть какой-то менее рискованный способ, который не включает в себя падение с деревьев. Так. Может получится отстрелить ремень? Куна. Да! Подросток демонстрирует совершенно не обузанный энтузиазм. Пыщ, пыщ, мусора отстрелят башку! Лейтенант остается равнодушным. Как? Не знаю, он может выстрелить куда-нибудь туда, показывать на ветку. Просто отстрелить ремень, пуля наверняка порвет его. Пуля его совершенно точно не порвет офицер. Не забывайте о законах физики. Возможно пули удастся срезать одну из нитей. Вот это я понимаю. Что? Устрой для Куна развлекалого. Промажут, мусора облажаются. Куна! Бля, я бы их уебал уже давно. Внушение. Лейтенант замирает в нерешительности. С одной стороны он действительно хочет пострелять. С другой стороны идея совершенно дурацкая. Лейтенант, стреляй! Что плохого может случиться? А вообще не надо. Так, и так понятно, что идея далеко не лучше. Погоди, дай я попробую. Промолчать пусть сам решит. Не знаю, может лучше не надо. Ну-ка, подожди, если я сейчас сам попробую, я даже если промажу, у меня останется пистолет. Это по-любому. Так, погоди, давай я попробую. Лейтенант хмурит брови. Похоже, он так сильно сосредоточен, что даже не слышит, что ты говоришь. Лейтенант, стреляй! Что плохого может случиться? А вообще не надо, я так понятно, что идея далеко не та. Хорошо, промолчать, пусть сам решит. Давай вот так промолчать. Тишина, широко раз ставив локти, лейтенант расстегивает куртку и достает легкий пистолет. Он отправляет бумажный бумажный патрон в ствол. Какой? Бумажный патрон в ствол вынимает парочку а, палочку для прочистки и пять раз постукивает по патрону. Затем он отступает и встает в стойку фалостеса, прицеливаясь. Уголок глаза дергается, палец лежит на спусковом крючке. Осторожно, напарник, отстреливай. Промолчать. Ща, блять, промо! Так, так, Ким, голос подростка утопает в пронзительном грохоте, который эхом отражается от стен ближайших домов. Облака дыма медленно растворяется в воздухе, когда лейтенант делает шаг назад и бормочет под нос. Чёрт подери. Он расстроен, прежде всего, своей меткостью. Просто у него плохое зрение. Скорее всего, с детства. Что бы ты ни делал, только не пытайся его утешить. Дебила, кусок! Ебучий там кто-то. Куна бы легко попал. Куна вам не инвалид какой-нибудь. Всё в порядке, приятель. Так, соберись, чёрт возьми. Может, попробуешь ещё раз? И что теперь? подвести итоги. Так, всё в порядке, приятель. Куна тоже очень жаль. Куна жалеет очкарика. Лейтенант ничего не говорит, только смотрит на пистолет в руке. Вот ещё раз. Может, попробуешь ещё раз? Нет, нам и так повезло. Мы ничего не сломали и не нанесли жертве дополнительных повреждений. Он смотрит по сторонам на окна, выходящие во двор. Нужно воздержаться от дальнейших ошибок, чтобы не поставить себя в неловкое положение перед местными. За ними, за нами наблюдают. И я и так нашу ситуацию не улучшил. Соберись, чёрт возьми! Офицер, сохраните хоть немного товарищеской поддержки. Это была ошибка, и я её не повторю. Так, и что теперь? Должен сказать, мне начинает казаться, что мы вряд ли сможем снять его без посторонней помощи. Слишком много возни. Давай не будем этого делать. Так, я могу сам попробовать отстрелить его. Давай попробуем. Ситуация и так плачевная. Палим тут из оружия, как шпана, он ненадолго умолкает, затем пожимает плечами и продолжает. Ладно, не буду вас останавливать, только постарайтесь не попасть в жертву. Мне нужен твой пистолет. Нам надо пистолет. У них всего один ствол! Внутренняя империя, да. Куна, ловкость нужна, да? Так, кто-то мне говорил, надо штаны снять, да, перед... Так, сейчас попробуем куна в жизни не видел более жалкой парочки мусоров. Офицер, а почему у нас всего один пистолет, спрашивает он, осторожно заряжая свой пистоль? Помнишь, я тебе рассказывал, что когда проснулся, при мне было ни удостоверение, ни форме, так вот, пистолета тоже не было. А промолчать? Нахуй, не будем ему говорить. Лейтенант следует твоему примеру, он молча заряжает пистолет, а затем отдает его тебе, взять пистолет. Получен пример, кейжи чего-то там. Да, давай, возьми его, банан... не пойка ебучий. Возьми и выстрели себе в пасть! Сука, я бы тебе в голову выстрелил, тварь. Да, давай, возьми его, тара-та-та, сначала взвести пистолет так. Взвесить пистолет в руке. Повешенные, холодные, выполненные из баклита, баклита и оружейного металла, пистолет кажется, на удивление, легким. Твой палец тянется сквозь спусковую скобу и инстинктивно наложится на крючок. Куна, какого хера ты ждешь? Скажи ему, пусть выстрелит тебе в пасть! Сумрак. Куна молчит. В воздухе чувствуется нарастающая агрессия. Спусковой крючок кажется хрупким, готовым сломаться под давлением твоего пальца. Направь пистолет на ремень. А я могу снять, подожди! Блядь, я не могу инвентарь... Ты сосредотачиваешь взгляд на пряжке. Твои ноги прочно стоят на земле, а левая рука придерживает правую, в которой зажат пистолет. Какого хера? Ты просто не выстрелишь себе в пасть, пидор! Шипит она. Тут уж точно не промахнешься. Так, координация сложна. Сказать заткнись! Низкие шансы сначала закрыть левый глаз, направить пистолет на куну. Так, ну-ка направь пистолет, ну-ка давай. ты чё, ёбнутая что ли? Шмаляй, пидор! Освободи меня! Ты чувствуешь, что отпускать такое существо, свободно блуждать по космосу было бы опасно. Не надо, рука лейтенанта ложится тебе на плечо. Пидор! Она разрывает кофту на груди шмаляй! Иди нахер! Засранка направить самообладание легендарно нажать на спусковой крючок низкие шансы да блять не дадут мне её застрелить? Иди нахер! Засранка так Иди нахер засранка прямо сюда она показывает на сердце прямо сюда самообладание нажать на спусковой направить пистолет на ремень Легав да ты псих! Этот пидор отвёл пистолет она тяжело дышит задыхаясь от эмоций никакой он не псих просто жалкий мусор сказать заткнись заткнись не то что выбежь меня она практически переходит на шёпот хочешь меня выбрать мусорок? В этом дело в этом всё дело так хорошо блять малолетних бомжей я не трахал так закрыть левый глаз может шансы вылезают так поле обзора сужается ветка немедленно медленно покачивается становится полностью двумерная труп неспешно вращается в металлическими и металлическими пряжка и металлическая пряжка поблёскивает отражая полуденный свет смотри чё он плачет давай поплачь и педик типа траханный ёбаный педик так сложно я проебусь сто процентов давай ладно хуй с ним а а блять неудача из ствола поднимается струйка дыма рука онемела от отдачи а в руках а в ушах всё ещё звенит опускаешь пистолет чтобы осмотреть что произошло в ремень ты точно не попал зато попал точнёхонько в грудь повешенному из под кожи выступают фрагменты ребер крови нет только мутная слизь стекающая по животу от внезапной вони слезятся глаза блять сейчас ким начнёт орать получен урон боевой дух блять два уже два всрал так хорошо божечки да он же сейчас заплачет так и знал а вот ведь мудак типа лейтенант с твоим пистолетом явно что-то не так из него невозможно попасть достаточно я больше не хочу это скучно зареветь ты же очень чувствительный лейтенант давай свалим на пистолет потерян предмет миротворец достаточно точно оружие офицер особенно на таком небольшом расстоянии он забирает у тебя пистолет и прячет его в кобуру пистолет не виноват что ты стрелять не умеешь легавы просто у тебя руки из жопы растут у легавых вообще нет рук у них же типа лапы сечёшь вот у куна есть руки он демонстрирует свои детские покрасневшие от холода пальцы куна может отстрелить много отстрелить этого жмуряка нет куна уж если его его не могут отстрелить я никаких больше выстрелов не могу отстрелить я больше никаких выстрелов лейтенант нам придется доверить куна там шитабельное оружие он говорит что сможет отстрелить его возделял возмутительный бред никакого пистолета ты пацан не получишь возмутительный бред насмешил насмешливо хнычит она ты чё вдруг графом заделался нам всё ещё нужно каким-то способом снять его оттуда теперь в его голове чувствуется усталость вонь заставляет его отвернуться от трупа но каким задание снимите труп с дерева у меня осталось только плохой способ которому я не хотел прибегать он вздыхает придется попросить кого-нибудь в порту помочь нам у них есть и люди инструменты раз уж они смогли повесить его здесь смогут и снять ну разве это не опасно ну как мы попадем в порт тогда за дело ну как это разве это не опасно просить подозреваемых помочь с трупом просить Эврора Эврора Клэра Об одолжении, о да Очень опасно О да, это очень опасно Именно поэтому я бы предпочел Чтобы мы справились своими силами Но мы, очевидно, не можем Сосните хуйца, сучонки Сучачки Так, кто такой Эрор Клэр? Председатель профсоюза Опасный и коррумпированный человек Судя по тому, что я слышал Лучше не становиться Лучше не становиться его должником Ага, даже не думайте стать чьим-то Сучечками Вы же сучечки, куна Вы же сучечки, куна, а Как мы попадем в порт Через ворота Уговорами или Грубая сила Лично я больше склоняюсь К грубой силе Он осматривает По сторонам Или можем Попробовать найти Какой-нибудь секретный проход Что маловероятно, конечно Грубая сила К воротам Набьем им мордой Тогда за дело Так, короче Ребзя Сорян, но серия Вот такая затянутая Короче Я, ну, никак не могу Тут просто Либо короче Либо просто Неинтересно вообще Становится Зато хоть как-то Немножечко с трупом Ознакомились И поняли Что дальше делать В общем Пока что на этом все Будем дальше играть Будем дальше смотреть Думаю Ждите на стриме Эту игрушенцу По-любому Потому что Ну, в таком формате Двухчасовые серии Писать Это, ну, не комильфо Поэтому Если серия вам понравилась Тогда жми лайк Комментируй Подписывайся на канал И делись роликом С братюнями Также тыкай колокольню Чтобы не пропускать новые выпуски Ссылка на плейлист Социальные сети И дискрут Как обычно В описании Под этим роликом Ну, а на этом у меня пока что все Увидимся с вами В продолжении этой игры Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok